Уважаемые коллеги, в продолжение темы о возможностях цитологического исследования в диагностике рака лёгкого несколько клинических случаев из работы нашей лаборатории. Пациент 77 лет с жалобами на кашель, слабость, а также выявленным очагом верхней доли левого лёгкого обратился в наше учреждение за консультацией. Здесь ему была проведена компьютерная томография органов грудной полости с заключением о наличии периферической карциномы с метастатическим поражением внутригрудных лимфоузлов. Также выявлялись мелкие очаги в плевре и лёгких. При остеосцентеграфии были отмечены очаги гиперфиксации в подвздошной кости и восьмом ревре. Пациенту была проведена трахеобронхоскопия. В бронхах шестого порядка определились давление извне бронха с полной обдурацией просвета. Была выполнена биопсия. Однако при гистологическом исследовании материал был признан неинформативным. Кроме того, пациенту была проведена транспищеводная ультразвуковая эндоскопия. Было выявлено гипоэхогенное образование с распадом в районе аортопульмонарного окна. А также увеличенные бифрукационные лимфатические узлы. С помощью тонкой иглы 22G клеточный материал был помещен как на стёкла, так и в жидкостную среду. Кроме того, были получены мелкие фрагменты ткани для изготовления клеточного блока. В лаборатории цитологии материал на стёклах был окрашен традиционными цитологическими красителями. Из жидкостного материала приготовлены цитоспин препараты, а из мелких фрагментов ткани выполнен клеточный блок. Вот такая картина наблюдалась из образования лимфатических узлов. Мы видим, что на фоне элементов крови, элементов воспаления, визуализируются вот такие комплексы опухолевых клеток. Они имеют киперхромные укрупнённые ядра и полиморфичные. Примерно такую же картину мы наблюдали и при исследовании жидкостной среды. Также видим комплексы опухолевых клеток. И так выглядел материал в клеточном блоке. Видим, что здесь визуализируются единичные атипичные клетки. Для более точной верификации процесса в нашей лаборатории была проведена иммуноцитохимическая реакция с рядом маркёров. Положительная экспрессия была отмечена на ТТФ1, цитокератин-7, цитокератин-18 и негативная реакция с антителами к цитокератину-20. Тем самым мы подтвердили эпителиальную природу процесса, принадлежность к лёгочной ткани, железистую дифференцировку и, вероятно, неэмоционозный тип опухоли. Цитологическое заключение содержало в себе информацию о наличии клеток рака, наиболее вероятно, аденокарциномы. После проведения иммуноцитохимического исследования найденные изменения были соотнесены с аденокарциномой лёгкого, наиболее вероятно, неэмоционозной. Следующий пациент, 53-х лет, обратился в наш институт с жалобами на одышку при малейшей физической нагрузке, а также с выявленным образованием в верхней доле левого лёгкого при рентгенологическом исследовании, выполненном в другом учреждении. На компьютерной томографии у пациента выявили рак левого верхнезонального бронха с метастазами во внутрикрудных лимфоузлах, левосторонний плеврит и метастатическое поражение плевры. Была выполнена эвакуация плевральной жидкости с последующим цитологическим исследованием. Такую картину мы наблюдали в микроскопе. На фоне крови и клеток реактивного мизотелия визуализировались вот такие комплексы изотипичных плотно расположенных опухолевых клеток. Цитологическое заключение содержало информацию о наличиях комплексов клеток рака и было высказано предположение о том, что это может быть мелкоклеточный рак. Для более точной верификации процесса нами было проведено иммунстохимическое исследование. Положительная реакция была отмечена на эпителиальный мембранный антиген, что доказывало эпителиальную природу процесса. ТТФ1 принадлежность к легочной ткани, а также положительная экспрессия наблюдалась с синаптофизином и CD56 маркерами нейроэндокринной дифференцировки. Цитологическое заключение содержало информацию о том, что найденные изменения соответствуют метастатическому выпаду с наличием клеток мелкоклеточного рака. По данным цитологического заключения пациенту было назначено химиотерапевтическое лечение с значительным регрессом опухоли после проведения первой линии полихимиотерапии. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Екатерина Сигена. Какие будут вопросы, комментарии? Андрей Александрович, как-нибудь прокомментируйте? Два случая. Будьте добры, микрофон. Хотел бы сказать, что это примеры просто практической работы. Комментарии здесь, в общем-то... Можно вернуть презентацию в начало, чтобы просто... У нас просто по регламенту предусмотрена дискуссия и разбор клинических случаев, и экспертами в данном случае, Андрей Александрович, являетесь Вы. Поэтому нам эти представленные случаи надо разобрать, в принципе, как и по всем другим. Я хочу сказать, что не всегда мы можем получить материал при бронхоскопии, и как раз случай с первым пациентом говорит о том, что это так. Значит, для того, чтобы все-таки пациент получил свой диагноз, мы использовали вот эту активно развивающуюся в нашем истоте методику трансбронхиальных и транспищеводных пункций, именно медиастинальных каких-то образований, либо это лимфатических узлов, либо первичной опухоли. Ну и как раз вот у этого пациента это было проведено. В принципе, уже на обычных цитологических препаратах было видно, что практически это аденокарцинома. Мы видим, что клетки расположены в виде жилейстоподобных структур. Имеются такие вот признаки оксифильной зернистости, эксцентричное расположение ядер. Но нам нужен точный диагноз, что это именно аденокарцинома легкого. И для иммуноцитохимии, вернее, конечно, самый такой презентативный материал – это материал клеточного блока, но в данном случае клеточный блок был скудный, там было буквально несколько комплексов опухолевых клеток, и нас спасло то, что был же хороший жидкостный материал, и мы именно из него сделали цитатспин препараты и сделали иммуноцитохимию именно на вот этом вот жидкостном материале. Результаты получились довольно-таки приличные, поэтому мы смогли сделать заключение, что это однозначно прогрессирование рака легкого. Далее, к сожалению, этот пациент уехал из нашего учреждения там по месту жительства, и дальнейшего судьба его пока неизвестна. Ну, факт в том, что для нас-то клинически все понятно. Следующий случай. У данного пациента как раз то, о чем я говорил, да, мелкоклеточный рак чаще всего растет перебронхиально. Перебронхиально – это значит, материал получить из бронха бывает крайне сложно, как цитологический, так и гистологический. Ну, иногда так бывает, кстати, что в цитологических препаратах материал есть, а в биоптате нет, вот именно из бронха. Но в данном случае и то, и то не помогло, а оказалось, что есть опухолевые клетки в плевральной жидкости. Хотя для мелкоклеточного рака это, опять же, скорее исключение, чем правило, не всегда мелкоклеточный рак дает именно опухолевый плеврит. Ну, здесь, опять же, приличный материал и хороший материал для иммуноцитохимии. И еще, что интересно, мы здесь провели методику, поскольку опухолевых клеток немного в жидкости, то ходит дискуссия о том, что можно ли использовать иммуноцитохимию на ранее окрашенных препаратах. Ну, мы так достаточно плотно позанимались этой проблемой, я скажу, что можно. То есть можно покрасить препарат, найти именно эти опухолевые клетки, которые мы хотим подвергнуть иммуноцитохимию, или там как-то выделить их, кружочек обвести, чтобы было понятно, что маркер сработает именно в нужной зоне. И затем провести иммуноцитохимическое исследование. И вот в данном случае мы как раз по этому сценарию шли, и все получилось. Спасибо. Может быть, вопросы какие-то? Будьте добры, активно. Вопросы из зала, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, плоскоклеточный рак легкого и плоскоклеточный рак, например, шейки матки, они имеют какую-то сходную цитологическую картину, вид? Ну, сходная картина будет обязательно, но ситуация такая, что иммунофенотип плоскоклеточного рака легкого и шейки, они будут несколько отличаться. Но это если есть возможность сделать иммуноцитохимию, А если нет возможности сделать иммуноцитохимию? Если нет, то это будет диагноз плоскоклеточный рак. В лучшем случае. Спасибо большое, Сергей Анатольевич. Спасибо. 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 Спасибо.